Приветствуем всех, кто смотрит данное видео. В этот раз мы поговорим об истории появления микроскопа, о людях, которые причастны к его созданию и дальнейшему развитию. Но для начала стоит сказать, что слово микроскоп образовано от двух греческих слов микрос, что переводится как малый, и скопио, смотрю. В общем понимании, микроскоп – это прибор, который предназначен для изучения малых предметов, недоступных при рассмотрении невооруженным глазом. В оптическом микроскопе это происходит благодаря специальной оптической системе, состоящей из основных элементов – объектива и окуляра. Доподлинно неизвестно, кто первым в мире изобрел микроскоп, но можно смело утверждать, что его прообраз появился на рубеже XVI и XVII веков. Это стало следствием долгого и постепенного процесса изучения оптических свойств, природных кристаллов, стекла, всевозможных линз и повышения уровня мастерства их обработки, а также появлению и развитию философских работ мыслителей древнего мира, связанных со зрительными наблюдениями. Первыми увеличительными приборами стали так называемые несложные микроскопы, которые состояли всего из одной линзы. Эти простые оптические устройства в настоящее время мы называем лупами. Эксперименты с линзами привели к появлению первых очков в XIII веке в Италии. Изначально простую линзу прикладывали непосредственно на объект изучения, чтобы добиться видимого увеличения. Но позже стало понятно, что если поднести линзу глазу, то поле обзора значительно увеличится. Впоследствии при изготовлении очков стали использовать две линзы, вставленные в оправу и соединенные друг с другом небольшой распоркой. Отправной точкой в истории изобретения сложного микроскопа принято считать конец XVI века. Так как линзы в те времена ошлифовали вручную, то они имели многочисленные царапины и неровности. Такие дефекты на линзах искали с помощью лупы. Оказалось, что если рассматривать какой-либо предмет с помощью двух линз, то происходит его многократное увеличение. Установив две выпуклые линзы внутри одной трубки, голландский оптик Ханс Янсен и его сын Захарий получили прибор, который напоминал подзорную трубу. На одном конце этой трубки находилась линза, выполняющая функцию объектива, а на другом линза-окуляр. Но в отличие от подзорной трубы, такой прибор не приближал предметы, а увеличивал их. Музей Миддлбурга имеет один из первых микроскопов Янсена, датированный 1595 годом. Он имел три скользящих трубки для разных объективов и был способен увеличивать от трех до девяти раз истинные размеры объекта. К сожалению, назвать точную дату появления такого микроскопа невозможно, как и невозможно с уверенностью говорить о том, что Янсен был первым изобретателем микроскопа, по крайней мере потому, что в то же время в Миддлбурге жил Ханс Липперсгей, который также занимался изготовлением оптики, очков, биноклей, телескопов и микроскопов. Поэтому в 2008 году Нидерланды провели празднование в честь 400-летия изобретения телескопа, на которых честь изобретения была поделена между Янсеном и Липперсгейм. Также вокруг личности Захария Янсена имеется множество неоднозначных моментов и серых пятен. Например, Янсена обвиняли в фальшивомонечестве. Муж его сестры работал на монетном дворе, и тем самым Янсен мог легко узнать и имитировать технологию производства денег, благодаря своему мастерству и изготовлению собственных монетных станков. Кстати, на нашем канале вы можете посмотреть цикл видеороликов, посвященный изготовлению фальшивых денег и истории фальшивомонечества. Но вернемся к микроскопам. Чуть позже, в 1609 году, итальянский ученый Галилео Галилей разработал составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами. Он назвал его «океолина», то есть «маленький глаз». Своё привычное название микроскоп получил только в 1625 году. Термин «микроскоп» по аналогии со словом «телескоп» предложил друг Галилео Галилея немецкий доктор и ботаник Джованни Фабер. Английский ученый Роберт Гук также улучшил микроскоп и исследовал с помощью него структуру снежинок, блох, вшей и растений. Гук исследовал структуру пробкового дерева и придумал термин «клетка» из латинского «cella», что означает «небольшая комната». В 1664 году Роберт Гук публикует свой труд «Микрография. Собрание биологических гравюр микромира». Книга, вышедшая в сентябре 1664, оказала огромное влияние на популяризацию микроскопии, в основном из-за своих впечатляющих иллюстраций. В 1668 году итальянский исследователь Эустакио Девини, присоединив к окуляру полевую линзу, создал окуляр современного типа. В 1673 году польский астроном и конструктор Ян Гавелий ввел в использование микрометрический винт, позволяющий добиться более удобной, плавной и точной фокусировки на объекте исследования. В 1674 году голландский ученый Антони Ван Левенгук улучшает микроскоп до возможности увидеть одноклеточные организмы. Микроскоп Левенгука был крайне прост и представлял собой пластину, в центре которой была всего одна линза, и через которую проходил яркий свет от окна или свечи. Наблюдателю нужно было смотреть через нее на образец, закрепленный с другой стороны пластины. Несмотря на простоту конструкции, микроскоп Левенгука позволял получить увеличение в несколько раз превышающие микроскопы того времени, что дало возможность впервые увидеть эритроциты, бактерии, дрожжи, сперматозоиды, строение глаз насекомых и мышечных волокон, инфузории и многие их формы. Левенгук отшлифовал более 500 линз и изготовил порядка 25 микроскопов различных типов, из которых сохранилось только 9. Сохранившиеся до наших дней микроскопы способны увеличивать изображение в 275 раз, однако есть мнение, что Левенгук обладал микроскопами, которые могли увеличивать изображение до 500 крат. Кстати, микроскоп Левенгука был первым микроскопом, который завезли в Россию по указанию Петра I. В 1712 году немецкий оптик Кристиан Готлиб Гертель сделал другое очень важное нововведение в конструкции микроскопа. Он впервые использовал зеркала для освещения препарата, что избавило микроскоп от необходимости быть развернутым строго по направлению к источнику света. Благодаря этому также стало возможным изучать объекты в проходящем свете с гораздо большими удобствами, нежели это было ранее. Такая конструкция с невиданной скоростью получила широкое распространение среди микроскопных делмастеров, и эту деталь по сей день можно увидеть в учебных микроскопах. В 1823 году французом Шарлем Луи Шевалье был создан ахроматический объектив для микроскопа. Это был четырехлинзовый составной объектив с плосковыпуклыми линзами. Благодаря этому появилась возможность исправления погрешностей, вносимых в изображение, разницей коэффициента преломления для пучков с различной длиной волны, и поэтому стало впервые возможным говорить о настоящих больших увеличениях 500 и даже 1000 раз. С 1866 по 1873 года Эрнст Абе первым разрабатывает теорию образования изображений в микроскопе, что становится прорывом в технике создания микроскопов, которая до того момента в основном основывалась на методе проб и ошибок. С 1866 года началась совместная работа Эрнста Абе и известного инженера и производителя оптики Карла Цейса. Созданная в 1846 году, мастерская Цейса выпускала к тому времени ежегодно более 100 микроскопов. Дальнейшие попытки создать более сложные и совершенные модели, в частности с иммерсионными объективами, которые обладали бы значительно большей разрешающей способностью по сравнению с сухими объективами за счет замены воздушной прослойки между объективом и объектом исследования на масляную жидкость, столкнулись с необходимостью перейти от эмпирических методов конструирования к научно обоснованным. В течение нескольких последующих лет Абе теоретически установил пределы разрешающей способности микроскопа, выявил законы синусов, разработал методы расчета безоберационных оптических систем и предложил конструкцию нового осветителя. Благодаря этим и другим исследованиям Эрнста Абе, качество микроскопов, выпускаемых фирмой Карл Цейс существенно повысилось, и фирма стала ведущим производителем микроскопов того времени. В настоящее время без микроскопа невозможно представить полноценную работу подавляющего большинства предприятий и учреждений, как при решении сложных исследовательских вопросов, так и при выполнении повседневных задач. Так, например, биологические микроскопы используют в медицинских исследованиях. Металлографические микроскопы применяются в промышленных и научных лабораториях, где исследуются объекты металлической природы и любые другие непрозрачные объекты. Стереоскопические микроскопы используются в лабораториях, производствах и мастерских для увеличения объектов во время рабочих операций, например, при пайке микросхем. Криминалистические микроскопы позволяют решать задачи при проведении расследований преступлений различного характера путем качественного сравнения двух образцов. Поляризационные микроскопы необходимы для наблюдения материалов, которым свойственно двойное лучепреломление, не допускающее возможность использования обычных методик и средств исследования. Такими объектами исследования могут быть минералы, кристаллы, различные горные породы, текстиль и т.д. Также популярны детские микроскопы, которые используют дома или в образовательных учреждениях, чтобы на наглядном примере познакомить детей и взрослых с микромиром, и которые направлены на всестороннее развитие личности. Спасибо за внимание! Оставайтесь с нами и обязательно следите за нашими дальнейшими обновлениями!